В ходе сессии окружные парламентарии также рассмотрели ряд других вопросов. Так, например, было принято решение о переносе срока предоставления сведения о доходах и расходах за прошлый год до 1 августа включительно. Документ разработан в целях реализации указа президента России и устанавливает особенности предоставления сведения о доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Отдельными категориями должностных лиц, которые обязаны предоставлять такие сведения. Ольга Русул продолжит тему. В ходе заседания очередной сессии парламентарии внесли изменения в статью закона об окружном бюджете на 2020 год. В предлагаемом проекте закона параметры окружного бюджета не изменяются. Целью обеспечения работы медицинских учреждений предлагается внести изменения. Пункт 1, часть 2, статьи 23 закона, дополнив его словами на закупку товаров, используемых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Нинецкого автономного округа. Необходимость была обусловлена реагированием на изменившуюся экономическую ситуацию и отменой ограничений на авансирование контрактов на закупку товаров, используемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Нинецкого округа. Сейчас заводы и предприятия, которые производят препараты, медикаменты и оборудование, перегружены. И согласно законодательству стандартно, мы не имеем права при закупках авансировать эти платежи. Соответственно, эти закупки затягиваются. Чтобы мы могли их провести быстро, практически моментально заключается контракт, и стопроцентно авансируется эта закупка, и все эти необходимые вещи поступают к нам округ быстро. Контролем этих закупок будет заниматься наша счетная палата, контрольный ревизионный комитет, прокуратура и прочие надзорные органы. Также депутаты рассмотрели инициативу коллег из Архангельской области в поддержку региональных пожарных и спасателей. Парламентарии соседнего региона разработали законопроект о внесении изменений, федеральные законы об обязательном пенсионном страховании и о страховых пенсиях. Предлагается предусмотреть право на досрочный выход на пенсию работникам пожарной, охраны и аварийно-спасательных подразделений субъектов России наравне с пожарными и спасателями федеральных ведомств. На сегодняшний день они находятся в неравных условиях, и те, кто работают на субъектовом уровне, они не имеют права льготного выхода на пенсию. В то время как федеральные, так скажем, противопожарные и спасательные службы, они это право имеют. Но при этом необходимо отметить, что и те, и другие одинаково рискуют своей жизнью при тушении пожаров, при спасении граждан и вообще выполнении спасательных операций. Поэтому считаем необходимым поддержать этот проект, мы его сегодня поддержали, и теперь дело за Государственной Думой и Советом Федерации. В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют мужчины и женщины по достижении ими возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Федеральной государственной противопожарной службы. Также правом на досрочную пенсию обладают лица по достижении 40 лет, проработавшие не менее 15 лет спасателями профессиональных аварийно-спасательных службов, федерального подчинения и участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, депутаты поддержали обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Речь идет о включении Ненецкого округа в перечень субъектов России в целях софинансирования расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей по достижению ребенком трех лет. Ненецкий автономный округ не является получателем финансовой поддержки федерального бюджета в связи с тем, что значение суммарного коэффициента рождаемости в регионе традиционно превышает установленную правильную величину. В 2016 году составило 2,77, в 2017 – 2,35, по итогам 2018 – 2,24. В окружном бюджете на эти выплаты предусмотрено 138 миллионов рублей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено софинансирование с федерального бюджета. Исходя из статистических данных, в округе наблюдается тенденция снижения рождаемости. С учетом предоставленных аргументов депутатский корпус подготовил обращение в правительство России о включении Ненецкого округа в перечень субъектов, в отношении которых на счет средств федерального бюджета осуществляется софинансирование, независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости.